Американские горки с Дмитрием Дровницким Ну вот, я хотел рассказать две истории. Первая из них касается гражданской войны в Соединенных Штатах. Они, так сказать, там все сейчас говорят. А вторая касается холодной войны. Вот ее само по себе начало, как она началась. Но дело все в том, что ведь холодная война, по идее, и началась не просто с вдруг изменений в мозгах, так сказать, там, в американцах, или какая-то, так сказать, эволюционная была история, которая шла, и шла, так сказать, именно в холодной войне. А с того, что очень хитрым образом, как бы, поменяли будущего президента. Ввиду того, что в нашей нынешней вот истории в Соединенных Штатах, вот новейшей, примерно те же самые планы бродят в головах, я вот решил вот эти самые две истории, как бы, рассказать. Ну, начнем, наверное, с начала гражданской войны. Как известно, она там началась в 1861 году, и до 1865 года она продолжалась. В общем, самый кровавый конфликт в истории Соединенных Штатов. И, конечно, все помнят, что, так сказать, на стороне севера был президент Авраам Линкольн, который, собственно, эту войну-то и выиграл. Вот. И он считается там освободителем чернокожих рабов, человек, который победил, так сказать, мерзкий рабовладельческий юг там, и вот это вот все прочее. При этом, если спросить у, так сказать, регулярного такого зрителя, слушателя, он обязательно скажет, что, ну, в общем, рабовладельческий юг, да, как бы, и, так сказать, нерабовладельческий, да, более приличный, скажем так, север. Это не совсем верно, потому что на стороне севера сражались два рабовладельческих штата. Иногда говорят о том, что более индустриальный юг и, как бы, так сказать, аграрный, точнее так, индустриальный север, значит, аграрный юг, да, и это как бы приводило к неким противоречиям, а что воевать-то? Можно было как-то взаимодействовать, да, смычка города и деревни устраивает, да. Но на деле, конечно, к гражданской войне Соединённые Штаты вот в этом виде подходили достаточно долго, и надо понимать всё-таки роль того продукта, который производили на юге всё-таки. Это был хлопок. И хлопок был таким продуктом, не знаю, вот его иногда ещё называют нефтью и газом 19 века. То есть это был монопродукт, который произрастал в тех широтах совершенно прекрасно, вот. Вот уже прицепом сюда шёл, так сказать, понятно, труд рабов, потому что с наёмными рабочими, наверное, приходилось бы, так сказать, разбираться как-то совершенно иначе. Рабы были относительно недороги, содержание их тоже, в общем, в принципе. Это была как бы такая просто вот тягловая сила. Сбор в основном ручной. Как мы знаем, даже сегодня, в общем, часть сортов хлопка, так сказать, собирают вручную наиболее, так сказать, ценные там коробочки, хотя есть комбайны, хлопко-уборка и так далее. Поэтому, в общем, как бы индустриализация этого процесса была не очень. Перерабатывать хлопок на заводах севера, ну зачем, когда англичане давали прекрасную цену. На юге имели хождение, как бы, так сказать, самые разные валюты, так сказать, продажа, значит, соответственно, товаров за доллары США и СКВ, как вот, была вполне себе, так сказать, обычным делом. При этом север действительно развивался по-другому. Север действительно был не просто в основном нерабовладельческим, вот. А север был действительно индустриальным и более того. Люди, которые составляли и политический класс, и класс предпринимательский, они были протекционистами. То есть они понимали, что для того, чтобы в Америке сделать рывок, нужно создать для американского, так сказать, американского отечественного предпринимателя некие условия. И поэтому основное противоречие было не о рабстве вовсе, а противоречие было о тарифах, о тарифах и налогах. Юг выступал против всяческих налогов, Юг был фритрейдерским. То есть, как бы, никаких, так сказать, вот, ваших этих самых налогов, никаких, тем более, тарифов на экспорт хлопка нам не надо. Более того, никакое такое, покупая американское, вы с ума сошли? Мы продадим хлопок и купим в Германии, в Англии лучше, а не ваше, вот это, Нью-Йоркское, там, так сказать, Чикагское. Вы с ума сошли? Наши? Да нет. Мы лучше купим импортное, европейское. Вот это вот как бы было основное противоречие, и как действительно вокруг тарифов, так сказать, разворачивались первые политические баталии. Но со временем, ведь что тогда происходило? Территории были освоены, ну, практически до самого конца, до самого запада, но при этом, какими это станут штаты, по каким законам они будут жить? По южным законам, так сказать, условно говоря, или они будут жить по северным? Да, несомненно, если, так сказать, штат относился бы к югу, то в этом случае, так сказать, на нем вполне себе могло быть рабство. Но при этом тоже и никаких налогов, и никакого протекционизма, свободная торговля с мнением. В этом смысле появились две Америки. Вот, любопытно, что позже, как бы, так сказать, штаты начали делить на две категории, рабовладельческие и свободные. Но на деле свободными себя называли как раз южные штаты. Ну и, кстати, там правило демократическая партия США. Вот, она очень долгое время была связана, позже уже после отмены рабства с режимом протеида, вот это демократы юга, пока, значит, южане не переметнулись к республиканцам-консерваторам. Вот, нельзя сказать, что не было никаких попыток достигнуть некого компромисса. Ну, конечно, был, потому что, вообще-то, и вся конституция первоамериканская тоже в определенном смысле, с точки зрения, там, прав штатов, она была тоже в определенной степени компромисса. И вот два пути развития Америки, но надо же развиваться как стране. Вот в 1850 году, за 10 лет до войны, был, так сказать, достигнут компромисс, его так и называли, компромиссом 1850 года. Вводился статус-кво в отношении торговли, рабовладения и управления территориями. Вот, и, кстати говоря, южане продавили довольно жестко, что беглые рабы, которые убежали на север, должны возвращаться. К тому времени относится одно из самых позорных решений Верховного Суда Соединенных Штатов о том, что никаких рабов, убежавших, так сказать, с юга, не может быть никаких прав, дарованных Конституцией, потому что это собственность, а не граждане Соединенных Штатов. Права относятся гражданам, какие они граждане. Вот, ну, напряжение все равно нарастало, и в 1854 году, кстати говоря, тоже под выборы, был принят закон, промежуточные, правда, выборы в Конгресс, был принят закон, получивший акт Канзаса-Небраски. Вокруг чего шло дело? Значит, во-первых, были образованы новые территории. Ну, территория Канзас не совсем совпадает со штатом Канзаса, Небраска тоже. Нужно было продолжать строить и расширять сеть вот трансконтинентальной железной дороги. И в основном изначально вот этот компромисс строился для того, чтобы обустроить некие федеральные земли там. При этом пока еще не определяя судьбу вот этих самых новых территорий. Какими они будут, по каким законам они будут жить. Поэтому Канзас, который позже получил там территорию, так сказать, стал статус штата, в него хлынули люди, так сказать, как с севера, так и с юга. Одни устанавливали свои, так сказать, там, понятно, законы, они пытались развивать там промышленность. А другие стали, так сказать, на самом деле привозить туда рабов чернокожих, значит, распахивать и пытаться засадить, значит, соответственно, эту территорию хлопком. Дело доходило до вооруженных стычек. На самом деле, вот если посмотреть там в учебник истории, там не для третьего, какого-нибудь четвертого класса, а для старших классов даже американской школы, я думаю, что там до сих пор присутствует так называемая гражданская война в Канзасе. И вот годы 1854-1858. То есть это было реальное противостояние в рамках одного штата при этом. Вот что роднится, между прочим, это состояние с состоянием 21 века, то, что иной раз это были люди-соседи, которые не в соседнем штате живут, и не где-то там на далеком юге или на далеком севере. Это просто соседи. Ну, родственников, правда, что там вряд ли друг друга стреляли, хотя разное могло быть, я это подозреваю. И вот это, собственно говоря, эти события, то есть компромисс 1854 года, и вот это начало, вот этой такой прям горячей фазы, вот этой холодной гражданской войны, он как бы породил новую партию. Вот новая партия, значит, республиканская, она как раз зародилась из числа, во-первых, людей, которые раньше в политике не участвовали, но говорят, что надо все-таки как-то, надо что-то менять и менять решительно. И вторая часть, это была часть людей, которые, в общем, громко хлопнув двери, ушли из партии Вигов, тогда самая консервативная партия, партия Севера была, но Север постоянно шел на компромиссы. Вот республиканцы, это была такая партия, никаких компромиссов, ничего подобного. Значит, еще раз, были в этой партии люди, были люди, которые там рабство не терпели. Ну, считали, что оно стыдно, что, как бы, вот это все противно, человек не должен владеть человеком, и вот что-то в этом роде. Но были люди, которые относились вполне себе к рабству совершенно спокойно. Ну, то есть, понятно, что если произойдут реформы, то рабство нужно будет отменять, но само по себе ради него воевать бессмысленно. Вот, и, кстати говоря, если уж говорить о том человеке, который олицетворяет собой действительно начало гражданской войны, это вот, собственно говоря, Авраам Линкольн, это человек, который поначалу начинал жизнь, в общем, как неудачник. Ну, кстати говоря, топором он тоже размахивал, это известный факт. На вампиров, правда, не охотился, но вот как бы вот, так сказать, был такой. Он был человеком, который нигде не учился, и в основном уроки брал у так называемых странствующих учителей, и по тем временам они могли дать неплохое образование, он много читал. Вот, он рассорился со второй женой отца, поэтому постарался жить отдельно. Он, будучи, во-первых, грамотным, во-вторых, очень и очень сильным физически человеком, устроился легко в местечке Новый Салем, вот, устроился подчмейстером работать. Вот, как бы, причем, кстати, надо было быть тогда действительно физически, так сказать, сильным человеком, потому что он в том числе и денежки возил. Вот, как сказать, почему, собственно, было федеральным преступлением после Гражданской войны, стало, значит, соответственно, против почты, это обязательно федеральное преступление, да. Его тут же расследуют федеральные органы, именно по той простой причине, что там он возил доллары, доллары, значит, соответственно, это федеральная вещь, Поэтому федеральное преступление. Ну так вот, в общем, он, кстати, даже послужил в ополчении. Между прочим, воевал против индейцев. И в этом смысле у него никаких таких, знаете, высоких идей о том, что рабство должно быть отменено как отвратительное, поначалу не было. Но зачем случилось, в общем, наверное, то, что часто говорят, что за каждым сильным мужчиной стоит великая женщина. Это правда так и было. Значит, он влюбился в Мэри Тодд. Во-первых, он в нее влюбился, и это действительно правда, все об этом писали. Женщина по нашим стандартам не очень привлекательная, но, во-первых, она была изысканно образована, утянченна в ума. Линкольн влюбился просто без памятств. Когда он узнал, что она еще идет, значит, соответственно, у нее в одном пакете еще и очень влиятельные, значит, соответственно, родители, ну что ж, ну вот хорошо же. Вот, причем по протекции этой семьи, собственно, он даже дошел до федерального конгресса. Правда, там пробыл, вот он был в палате представителей, там два года всего-навсего, срок один, единственный. На один год там пробыл и сказал, что ему скучно. От партии видов. Но в ходе семейных обедов и ужинов он вдруг услышал от, собственно говоря, от своего тестя, от своей жены, от друзей семьи, вдруг услышал вот это вот собственное противоречие. Что вот южане плохи тем, что они, понимаешь, не хотят покупать американское. Что вот они не хотят долларового ценообразования. Что вот они какие-то вот нехорошие, вечно вот норовят продаться проклятым англичанам. Вот, собственно, основной как бы нерв, который здесь был. И тут вдруг как бы вот запылал. Попала, что называется, искра на, в общем, надо сказать, понятно, на сухие дрова. И все это вместе, так сказать, вспыхнуло. В 1854 году он произносит свою первую известную речь в пиории. Он, кстати, изменил вообще ораторское искусство политическое в Соединенных Штатах тем, что он вообще не понимал всех тех длинных речей, которые на раз произносились политиками по полтора часа по бумажке. Он считал, что это какая-то ерунда полная. Он произвел очень короткие, так сказать, на самом деле, речи, очень эмоциональные, очень сжатые, в котором все было вот четко сказано. Ну, конечно, получилось, что он зажигал толпу. Он действительно осудил, так сказать, рабство. Но он сказал так, что вообще-то говоря, что я ненавижу рабство, вот как он сказал, потому что оно лишает наш республиканский пример его справедливого влияния в мире. То есть не потому, что владеть человеком плохо, а потому что как бы, ну, нас за это осуждают, ну, что, ребят, надо отменять. Но в основном, конечно, как бы, это политика тарифов, политика промышленного развития и все такое прочее. Его хотели сделать кандидатом в вице-президенты. Но тут уж, что называется, Линкольн понял, что, во-первых, ну, во-первых, у семьи тот, вся республиканская партия, она новая была, только образованная. Была вся республиканская партия штата Иллинойс была у них в кармане. Это во-первых. Во-вторых, он считал, что видел, как на него реагирует толпы людей. Он говорит, нет, я пойду только в президенты. Ну, в общем, наглый был в определенной степени как бы человек. И он отказался, значит, идти на выборы в 1856 году вице-президентом. Говорит, в 1861 году я хочу быть кандидатом в президенты. И партия, партия молодая, понятно, что партия как бы сделала его кандидатом в президенты. Выборы были четырехсторонние. Там были ВИГи. Ну, партия к тому времени изрядно похудели. Были республиканцы молодые. Были, значит, соответственно, были демократы. Была так называемая республиканско-демократическая партия. Четырехсторонние выборы. Это в то время было как бы не новостью. Вот эти вот все. Пока еще не устаканилась нынешняя двухпартийная система. Которая, кстати говоря, установится после гражданской войны. Но там ведь вот какое дело. Он получил всего-навсего 39% с небольшим от общего числа на выборах. Но ввиду того, что выборы были четырехсторонние, он просто получил большее число выборщиков. По сумме как бы от штатов, чем все остальные. Он получил 180 голосов выборщиков. А все его вместе взятые, значит, соответственно, конкуренты получили 123. Ну, тогда было меньше гораздо, чем сейчас. Вот. И тут началось, значит, соответственно, вот уже брожение, что называется, на юге. Несмотря на то, что Линкольн всех уговаривал, что он все будет делать мягко, что он не хочет никакой гражданской войны. Что он даже сохранит за портами юга беспошлинную торговлю и так далее. Никто ему не верил. И не верил, в общем-то, правильно. Потому что все прекрасно понимали, что Линкольн — это не просто сам по себе Авраам Линкольн, который к тому времени уже набрал, конечно, серьезный политический вес. Ему многие люди пришли в партию вместе с ним. Молодых, так сказать, дерзких людей. Но самое главное, тут было другое, что за ним стояли промышленники Севера. Конечно, никакой там беспошлинной торговли на юге они не терпели. Говорят, хлопок сюда, ребята, значит, соответственно, вам машины американского производства, а то, знаете, за большие пошлинки. Потому что так именно развивается промышленность. И вот тут любопытная вещь. Мы сейчас должны перенестись в самый конец 23-го года. Потому что Ники Хейли, которая все еще, наверное, надеется на то, что Трампа посадят или, так сказать, отстранят, а она станет все-таки кандидатом в президент. И тут нарвалась... Она, так сказать, была кубернатором Южной Каролины. Это важное дело, потому что Южная Каролина первая заявила в гражданскую войну о своем отделении. И она была рабовладельческим штатом, типичным Южным штатом. И у нее спросили, о чем была гражданская война. Все же знают, о чем была гражданская война. Гражданская война, она как республиканка и как уроженка Южной Каролины сказала правду. Она сказала об управлении государством. Ну и на нее как все обрушились либеральные знания. Как же так? Война велась против рабства. В общем, хотя на самом деле она сказала абсолютно верную вещь. Южная Каролина, значит, первая заявила, так сказать, о своей сецессии, как только стало известно вообще о подсчете голосов. Линкольн еще не был президентом, только избрали его. Более того, это сейчас 20 января инаугурация. А тогда 4 марта. Но, то есть, времени-то было еще навалом. Но немедленно сначала Южная Каролина, потом за ней последовали, так сказать, соответственно, остальные штаты. Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана, Техас. Немедленно, так сказать, соответственно, январе и феврале. Конфедеративные штаты Америки были провозглашены 4 февраля 1861 года. А Линкольну еще месяц было ждать, значит, до того, чтобы заступить, так сказать, на свой пост. Но надо сказать, что при этом, вот тут вот тогда тоже, чтобы как бы завершить эту тему, что действительно гражданские войны, они начинаются действительно из-за очень важных вещей о том, куда дальше как бы идти в стране. И Соединенные Штаты сейчас тоже стоят на распутье. И самое главное, что в тот момент, когда они начинаются, никто не думает о том, чтобы соблюдать закон. Линкольн на самом деле закон нарушил много раз. Он вообще говоря, человек, которого надо было бы, конечно, там, не знаю, там... Я уже даже не знаю, что с ним делать. Судить, импичмент объявлять. Просто уже было некому. Победителей не судить. Вот, да-да-да. Значит, он понимал, что шатко очень положение штата Мэриленд, который колебался. Он не хотел занимать ни сторону севера, ни сторону юга. Он, конечно, в конфедерацию не вступил, но и Линкольну еще не знал, подчиниться он или не подчиниться. Линкольн на самом деле начал репрессии еще до того, как стал президентом. Потому что, ну, вот тут уже... И самое главное, как он стал президентом, он тут же оккупировал штат Мэриленд. Вот треть Законодательного собрания просто посадил под замок обращение к суду. Он сказал, как вы можете обращение к суду? Тут республика в опасности. Вот, кстати, появилась тогда вот эта вот, значит, совершенно замечательная вещь. То, что республика там в опасности. И, между прочим, что он отправил в тюрьму известного редактора Балтиморской газеты Фрэнка Кея Говарда. После того, как он просто написал критическую статью о Линкольне. Его тоже арестовали. Молчи. Тут как бы дело, дело серьезное. Цензура? Нет, цензура, формально цензуры не было. Но первая поправка как бы уже действовала. Но, значит, и вот, собственно говоря, гражданская война. Все, началась мобилизация. Дальше мы, в общем, знаем историю. Но есть еще одна очень важная вещь, которую я хочу сказать. Все, что мы знаем о том, что Соединенные Штаты возникли в 1776 году, она, в общем говоря, это легенда, которую родил Линкольн, значит, выступая в Геттисберге в 1863-м перед войсками и перед публикой собравшись. Потому что до этого говорили, что Соединенные Штаты родились так и Конституция, когда появилась, в 1789 году. Но Декларация независимости придал вот такое значение именно Линкольн. И вот эта его геттисбергская речь, которая, так сказать, тоже была, так сказать, ну, исключительно, 272 слова всего-навсего, но краткая и такая зажигательная, в общем-то, на самом деле, и обеспечивал вот этот миф. И на самом деле, вот это празднование 4 июля, оно тоже, на самом деле, вот, так сказать, идет от Линкольна. Ну, можно сказать так, вот 1865 год заканчивается война, и через 35 лет Соединенные Штаты становятся экономикой номер один в мире. Ну, считайте, что через, там, через 34. Так что, в общем, вот эта вот большая протекционистская эпоха, она, конечно, Америку вывела в первой экономике мира очень быстро. И, так сказать, это просто взрывное развитие. Понятное дело, что у них были большие территории, которые можно было осваивать, что тоже, кстати, говорит нам очень многое, что, на самом деле, наличие новых и освоение новых территорий, это не трата денег впустую, а, на самом деле, возможность для, так сказать, взрывного роста. Вот, так что здесь много различных аналогий. Но вот если говорить о том, как началась негражданская война, как холодная война началась, вот это, кстати, очень интересный, так сказать, такой момент. Ну, дайте себе представим, 44-й год. Вот, на самом деле, все, союзники, это какие-то там, понятно, высадились в Нормандии, уже все хорошо, впереди выборы 44-го года президентские. Значит, и теперь конфигурация такая. Есть Рузвельт, тогда нет еще поправки, которая ограничивала бы количество сроков. Рузвельт просто идет на четвертый срок. Ну, естественно, война там, тут как бы такое дело. Соединенные Штаты в очередной раз, и, судя по всему, может быть достаточно надолго, вышли из своей скорлупы западного полушария, высадились в Европе, воюют. Причем откат назад будет, не будет, как вот это было во времена Первой мировой войны, еще никто не знает. И есть союзники. Ну, во-первых, есть Британская империя, но Британскую империю еще в 38-м году сломали. Это стал младший брат в паре. Вот. Есть огромный Китай, который, надо сказать, на него делалась большая ставка. Все знали, что он не очень тогда был развит. Делалась большая ставка, конечно, в пригляде, после того, как будет осуществлена победа над Японией. Есть Советский Союз. Огромная держава, которая... Все тогда просто прекрасно понимали, сколько она перемолола, так сказать, нацистских полчищ. Это просто все, сколько техники там были. То есть все считали, все знали. Более того, огромное количество людей присутствовало и в качестве журналистов, и в качестве, значит, просто наблюдателей военных. Прямо с 41-го года. Более того, американцы же с осени 41-го года подключили Советский Союз к программе Лен-Лизу, так что они все знали, все, что там происходит. Это серьезный союзник, взятие, так сказать, там многих городов. И, собственно, одновременно, практически одновременно, с наступления, с высадкой союзников, в Нормандии началась операция Багратион. Позже, осенью подхваченное наступление на Украине, в общем, успехи Красной Армии были понятны. Но вот выборы, да, как бы. И есть конфигурация. Рузвельт переизбирается на второй срок, ну, наверное, с тем же вице-президентом, который у него есть теперь. А вице-президентом у него Генри Уоллес. Многие считают, что он слишком левых убеждений в Америке. Но, кстати говоря, тогда еще никто его просоветским не называл. Хотя, так сказать, ставку на Генри Уоллеса, конечно, делали. Делали, прежде всего, союзники. Все прекрасно понимали, что если сейчас просто поставить абсолютно никому неизвестного человека рядом с Франклином Тилану Рузвельтом, он его в качестве вице-президента протащит на четвертый строк просто только в путь. Победоносная армия, война, так сказать, значит, соответственно, развивается туда, куда нужно. Влияние Америки огромное. Кстати, Рузвельт уже тогда сумел прицепить себе медаль победителя Великой Депрессии. Это еще, правда, до начала, так сказать, до вступления Америки во Вторую мировую войну. Но, тем не менее, понятно, что он протащит любого. А, собственно, человек, с которым он работает, Генри Уоллес, не то, чтобы он был просоветским человеком, но, или там, прокитайским каким-нибудь, его так назовут позже, но он человек был, который был вполне верен доктрине, которую Рузвельт сформулировал, и который понравился очень Сталину еще в 43-м году в Тегеране. Что мы создаем ООН, только ООН, это не то, что вот сейчас, как говорят, ООН, это центричный мир и порядок. ООН, это, значит, он, так сказать, будет законодательная власть, это там все будут. Все, кто входит куда? В антигитлеровскую коалицию. На листочке, который, значит, соответственно, сохранился, как бы, из материалов конференции, вот из блокнота переводчика Рузвельта, он просто взял у него этот самый и начал чертить. 40 стран тогда входили формально в антигитлеровскую коалицию. Воевали не очень много стран, как мы знаем, но формально на 43-й год, значит, входили столько на момент проведения конференции. Ну, дальше потом, значит, вопрос. Исполнительная власть, вопросительный знак. А дальше совершенно четко. Четыре полицейских. Кто эти четыре полицейских? Это, понятно, Советский Союз, Китай, Соединенные Штаты и Великобритания. Позже, значит, туда добавят Францию. Добавят ее, благодаря, в том же, значит, уже в 44-м году, годом позже, в обмен на согласие на Бреттон-Вудскую вот эту вот монетарно-финансовую систему. И вот все. То есть, я напомню, что эти же страны, ну, четыре, но позже станет их пять, они же стали постоянными членами Совета Безопасности ООН. Больше там никого нет. Какая там демократия? Там, ну, кто-то потом добавили временных членов, но постоянно и только эти, и только постоянно имеют право в это. Первый момент. Второй момент. Только эти страны стали членами легитимными, членами ядерного клуба. Как только все пятеро обрели ядерное оружие, был подписан известный договор о нераспространении ядерного оружия. То есть, в общем, ну, как бы мир, влияние в мире будет поделено. Ну, поделено кем? Победителями во Второй мировой войне. Вот кто антигитлеровскую коалицию в ней участвовал активно, кто, собственно говоря, воевал, кто побеждал нацистов и милитаристов японских, тот, собственно, и будет править миром. Генри Воллес был абсолютно предан этой самой идее. И у него были, так сказать, вполне себе, у него не было никаких просоветских настроений, это уже позднейшие, так сказать, наслоения. Но хорошее отношение со всеми союзниками он выстраивать собирался. Более того, у него даже отношения с тем же самым, с кабинетом, значит, Черчилля, были гораздо лучше, чем отношения были у администрации Рузвельта, потому что Рузвельт недолюбливал Черчилля, он его все время раздражал. Но, тем не менее, в мае 44-го года, то есть незадолго до партийной конференции, вице-президент отправляется в союзническую поездку по Дальнему Востоку СССР и по Китаю. Ну, он там еще и в Монголии побыл. Позже, во времена Трумана и так называемого маккартизма, ему это все дело припомнят вообще, на самом деле. И все, кто ездил с ним, вообще говоря, им тоже припомнят, будут допрашивать на комиссии по антиамериканской деятельности. Вот. Ну, надо сказать, что, к примеру, Оуэн Леттимер, который просто востоковед, его чуть не посадили. Реально, он был арестован в ФБР после допроса комиссии по антиамериканской деятельности. Но сесть он не сел, но чуть не присел, на самом деле, за ровно за то, что выполнял долг, как, так сказать, часть этой делегации. Но уже тогда в Соединенных Штатах появилась и другая точка зрения, что на самом деле, как бы, вовсе не обязательно, собственно говоря, дружить с Советским Союзом. А вот, а можно на самом деле Советский Союз сдерживать и попытаться, так сказать, на самом деле, из Америки сделать огромную империю. Но эта идея, она приходила вовсе не из военной мощи США, потому что, ну, военная мощь Советского Союза тоже никто, а на самом деле из идеи исключительно денежной, вот которая на самом деле появилась тоже в 44-м. Итак, июль 44-го года. Происходят сразу две, вот, два больших события. И одновременно, значит, 19-го по 21-го июля, ну, на самом деле, сбор делегатов начался гораздо раньше, и подковерные игры начались гораздо раньше, проходит в Чикаго конференция демократов, демократической партии, с тем, чтобы определить, кто будет в бюллетене от демократической партии. Тогда вот эта система праймерис, только-только, как бы, еще республиканцы подумывали, они демократы, все решали на съезде. Одновременно с этим с 1-го по 22-го июля проходят в, значит, в Соединенных Штатах, в штате Нью-Гемшир, в местечке Бреттон-Вудс, проходит Бреттон-Вудская конференция. Ну, как бы известно, что эта система определила финансовую систему, ну, и финансовую, и монетарную систему, это немножко, как бы, разные вещи, но тем не менее. Так ведь эта конференция, на самом деле, она ведь называлась не иначе, как финансово-монетарной конференции объединенных наций. То есть это вот новое мировое правительство, которое, как вот я, так сказать, там описал, оно должно было вот иметь вот такую финансово-мунетарную систему. И вообще-то Советский Союз отнесся к этой системе с большим доверием, ну, как, тут сыграл, мне кажется, так сказать, определенную роль психологическую даже, ленд-лиз. Ну, потому что ленд-лиз получали, американские технологии хорошие, хорошие, и в целом, вон, замечательные какие-то вещи. Более того, мы на базе того, что мы американца взяли, еще очень многое потом, кстати, делали, вот, кстати, между прочим, в автопроме там и так далее. Но, тем не менее, доверие к американским технологиям было. Уж точно совершенно в денежках они понимают. Ну, так давайте брать. Вещь хорошая. Тем более, что вот товарищ Рузвельт обещает. А вице-президентом-то, а кто будет следующим президентом? Все знали, что Рузвельт не переживет четвертого срока точно. Уже он точно до конца не дослужит. Никто, конечно, не знал, что так быстро он умрет в 45-м году. Ну, как кто, как бы, так сказать, Генри Воллес, товарищ, который настроен вполне себе просоюзнически и готов выполнять все, так сказать, договоренности антигитлеровской коалиции. Вообще, надо понимать, что когда настал 45-й год, вот она победа, подписанная капитуляцией, миром правила антигитлеровская коалиция. Значит, ее там потом назовут ООН, но на деле до начала Холодной войны, конечно, миром управляла, так сказать, антигитлеровская коалиция. Но все-таки вот что произошло потом. Появилась все-таки, так сказать, достаточно серьезная группа людей внутри, значит, демократической партии, прежде всего, которые, во-первых, вспомнили доктрину, значит, соответственно, Вудру Вильсона о том, что нужно защищать демократию по всему миру. Но тогда, правда, это назвали, что это безумный Вильсон, ату его, ату, все, как бы, не нужно, не нужно нам тратить деньги, так сказать, на весь мир. А тут такой подарок, Бреттон-Вудская система, которая нам позволяет, так сказать, собственно, наши деньги, это вообще все весь мирами пользуются. Это все поняли. В ходе вот этой вот так называемой нового курса Франк и Дилана Рузвельта поняли, что у денег есть определенного рода, так сказать, на самом деле, некоторые новые свойства. То есть, на самом деле, большая монетизация экономики может не приводить к инфляции, она может приводить только, наоборот, к превращению богатства. Если он должен, так сказать, все это дело устраивает. Ну и, в общем-то, есть люди, которые напрямую не только связывают уже, как бы, разросшийся аппетит и военно-промышленного комплекса, и финансового капитала, вот, но и в политическом классе появляются люди, так сказать, которые, на самом деле, смотрят в сторону сдерживания, так сказать, Советского Союза. При этом надо понимать, что есть, было, конечно, определенного рода испуг в Соединенных Штатах перед, собственно, перед Советским Союзом. Потому что Советский Союз, конечно, как главный победитель нацистской Германии был чрезвычайно популярен в самих США. И не без помощи пропаганды самих Соединенных Штатов. Потому что Франклин де Лано Рузвельт очень хотел вступить в войну не только с Японией милитаристской, но еще и с нацистской Германией. И поэтому, как только какая-нибудь победа была обдержана Красной Армией на войнах, так сказать, вот, на воронтах, так сказать, с Германией, особенно после Сталинграда, это немедленно шло во всех кинотеатрах, так сказать, значит, это было во всех газетах. Новая победа Красной Армии. То есть вот эта вот такая просоветская пропаганда, ну, еще надо было, конечно, Ленд-Лиз оправдывать, но, тем не менее, пропаганда была такая, как бы действительно была очень популярная страна. И, конечно, очень многие испугались, что вот сейчас коммунистическая партия еще наша возникнет, это вообще как бы не очень хорошо. Значит, надо каким-то образом сдерживать. Ну, каким образом? Был такой госсекретарь, вот, Джеймс Бернс, который, значит, считал, что из этого никакую не сделать идеологию антисоветскую, то есть антисоветщина не может стать идеологией. Нужно потихоньку, значит, интриговать против Советского Союза, рано или поздно конфликт начнется сам. Вот. А был зам госсекретаря такой, Дин Ачисон, вот он на самом деле в те времена считался, так сказать, голубем. Поначалу он говорил, вы знаете, ну, это он думал тогда, что еще Генри Уоллес станет вице-президентом, потом президентом. Он вообще даже, значит, вместе с таким Лилией Анталем написал доклад, что Советскому Союзу надо отдать секрет ядерного оружия. Ну, просто потому что союзники и слишком уж сильное оружие. Но на самом деле уже к тому времени уже подошла, так сказать, достаточно серьезная, так сказать, такая элита внутренняя, которая делала ставку именно вот, вот властик будет основываться на том, что Советский Союз будет сдерживать, будет холодная война, весь Запад и, так сказать, часть там, вот, кстати говоря, все смотрели же на Британскую империю, часть Советский Союз, конечно, произведет деколонизацию, а вот то, что мы, так сказать, выбьем у различных империй, ну, у Германии там мало было, но у Британской империи прежде всего мы ее распотрошим, мы поставим ее себе на службу. И как мы будем бороться, под каким знаменем сдерживания СССР? И вот, значит, тут просто подвернулся гениальный человек. Человек, это был, по-моему, последний президент Соединенных Штатов, если не меняет память, которого не было даже колледжа образования, то есть высшего образования не было. Человек, надо сказать, при этом заслуженный и не робкого десятка, все-таки в Первую мировую войну воевал. Причем он ушел из армии, потому что там хотел жениться, в бизнесе поработать. Ну, как только Первая мировая война дошла до той фазы, где Америка собиралась в нее вот вступить, он как бы вернулся к себе туда, в Национальную гвардию, а этот полк Национальной гвардии отправили в Европу. Действительно участвовал в боях. А он был сенатором, надо сказать, тоже. Он в армии, кстати, завел очень важные, так сказать, на самом деле знакомства с семьей Пендергастов. Это, вообще говоря, слово потом стало нарицательным, как люди, которые манипулируют, значит, соответственно, политиками. Но он с сыном, значит, Пендергастом, а Пендергаст старший, значит, тогда покупал и продавал политиками, опытом просто демократической партии. Так или иначе, он другу, значит, своего сына, значит, презентовал пост, значит, соответственно, сенатора Соединенных Штатов. Ну, от демократической партии. Шесть лет. Надо сказать, Трумэн использовал их максимально, так сказать, в свою пользу эффективно. Дело все в том, что тогда, конечно, начались закупки массового вооружения. Соединенные Штаты все больше и больше втягивались в мировую войну. А это, в общем, всегда, как мы знаем, даже и по нынешнему бюджету Пентагона, между военно-промышленным комплексом и Пентагоном настолько непрозрачные отношения, что куда идут, значит, соответственно, деньги налогоплательщиков, тогда еще замечу непечатного станка, потому что Бреттон-Вудская система начнется только. Куда идут деньги? Никто не знал. И, значит, было два варианта. Либо оставить все как есть, ну, пусть уж там берут себе сколько хотят, но зато у нас будет много пушек, танков, самолетов и все прочее. Второй вариант нет. Давайте мы все-таки этих гадов к ногтю. Ну, потому что так нельзя. Ну, слушайте, ну, это народные деньги. Люди, в общем, действительно стараются фронту как-то помогать. Известно, что американцы в это дело вложились. Вот известно даже, что в ленд-лиз, так сказать, во многие поставки по ленд-лизу были вложены реальные письма американских рабочих с пожеланием нашим солдатам. В общем, они как бы работали цаганьком в этом смысле. А тут люди воруют. И еще откаты там какие-то, значит, соответственно, дают. Нет, так делать нельзя. Но Франклин, Дилану Рузвельт искал такой срединный путь. Вот не очень сильно обидеть военно-промышленный комплекс, с одной стороны. А с другой стороны, ну, все-таки что-то народу какую-то кость дать, потому что... И все-таки денег сэкономить. И прямо показать, что вот они сэкономленные деньги. Ну, и палата представителей, которую тогда контролировали республиканцы, конечно, она просто требовала крови военно-промышленного комплекса. А Трумэн, значит, предложил свою... Давайте сенатскую комиссию. Ну, это же более, так сказать, что называется... Более представительна будет. Сенат-то все-таки посерьезнее будет. Верхняя палата. И вот Трумэн возглавил эту комиссию, и он совершенно филигранно организовал ее работу. Действительно, целый ряд, так сказать, там лишних денег был отжат из этого дела. Более того, ходили корабли по морю военные, летали самолеты, на которых было прямо написано на бортах, это, значит, самолет или корабль, или там, так сказать, танк появился на фронте благодаря комиссии Трумэна. Причем Трумэн просил, чтобы это именно писали. Он, так сказать, любил вот эту личную популярность. Все поняли, что он договороспособный, понятливый парень, как дела делаются. Он получил общенациональную, как бы, известность. Потому что он был никем. Скорее всего, он даже не переизбрался на второй срок. Но при этом также он показался всем людям в демократической партии очень управляемым человеком. Ну, вот знаете, как вот Обама кому-то когда-то казался, управляемый человек. Мы его сейчас возьмем, мальчик. Я только вынужден сказать, что меньше двух минут нам остается. Да, да, мы сейчас подходим уже к концу. И я хочу заранее, так сказать, сказать, что Трумэн, конечно, как и Обама, вывернулся потом из всех этих клещей и стал довольно субъектным политиком. Но он шел туда с четким убеждением, что, конечно, никаких интриг не надо. Надо просто начать холодную войну. И надо под это подкладывать идеологию. И вот еще раз, какова интрига? Конец июля, 20-е числа, 44-го года. В Бреттон-Вудсе упирается Франция и не хочет подписывать эти монетарные соглашения. А вот у Франции всегда на все было особое мнение. Но, во всяком случае, в те времена. Но при этом, посмотрите, советский представитель Степанов вместе с Кейнсом, знаменитым Кейнсом, основателем, Кейнсианству, в честь которого он называется, уговаривает буквально Францию подписать. Франция хитрая, она хочет в полицейские. Ей дадут эту возможность. И в это же самое время в Соединенных Штатах, соответственно, в Чикаго проходит съезд, на котором снимают фактически союзнического вице-президента и ставят Трумана. Человека, который изначально был четко настроен на холодную войну. Это был человек, холодная война. И более того, люди, которые его ставили, они были настроены ровно на это. И вот, на самом деле, операция Трумана до сих пор, ее называют любые попытки, заменить не собственно президента любым способом, а под старым больным президентом заменить вице-президента. И тем самым развернуть политику страны. Так что, кстати говоря, когда сейчас говорят, на кого там менять Байден, думают, может, не Байдена менять, может, Харрис. Вот, опять же, называют операцией Трумана. Ну, вот такие истории. Спасибо, политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Спасибо всем. Американские горки. С Дмитрием Дробницким.